21 декабря исполняется 135 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. За время своего правления Сталин сумел вернуть в состав державы все исконно российские земли, утраченные в результате войн и политических интриг. Под его непосредственным руководством была создана социально ориентированная экономика, исключающая паразитизм и эксплуатацию, а также произошел мощный промышленно-технологический рывок. Народно-хозяйственный комплекс страны развивался без кризисов, без кредитов и без иностранной рабочей силы. Страна Советов смогла за счет собственных накоплений без иностранных займов осуществлять грандиозную программу социалистического строительства. И это на фоне жесточайшего мирового экономического кризиса. Была создана двухмасштабная система цен, самая эффективная в истории человечества. Прибыль извлекалась из цены непромежуточного, как сейчас, оконечного продукта, поэтому вся система была нацелена на снижение себестоимости продукции и экономию затрат у потребителя. Именно это позволяло цены понижать, а зарплаты повышать. С точки зрения рядовых тружеников, неискушенных в политике и экономике, оценку достижений Сталина можно написать простыми словами. Рабочий мог заработать больше директора. Каждому была гарантирована бесплатная медицинская помощь. Пенсионное обеспечение было выше прожиточного минимума. Каждый мог получить бесплатно высшее образование. Крестьянский паренек, имея способности, мог вырасти до министра. Наших спортсменов на Олимпиадах судьи элементарно боялись засуживать. Ни один клочок российской земли не мог быть продан иностранным спекулянтам. В области демократии Иосиф Виссарионович опередил весь мир. СССР имел всеобщие прямые выборы уже с 1936 года. Более того, он настаивал на том, чтобы выборы были еще равными и тайными. Для сравнения напомним, что наименее демократическая система выборов в США, где они не прямые, а избирательные права афроамериканцам даны только в середине 60-х годов. Также уместно напомнить, что образец демократии Швейцария дала избирательные права женщинам только в 1972 году. Сталин любил народ и боялся враг. Наши враги и сегодня боятся Сталина. И пока в каждом из нас живет сила, его духа, пока мы ощущаем гордость за свое прошлое и верим в свои силы, мы непобедимы.